В группе С, Нидерланды, Швеция, группе Б, но с большего, да, вот Словакия, Венгрия, Германия, Чехия, вообще 4 сборные европейские в одной группе Е, но там же все по рейтингу было, а ладочанки одни в группе Ф из европейских сборных, там между кореянки, конголезки, туниски вместе с ними. Но всегда, да, естественно, что европейский гонбол и мужской, и женский, он более конкурентоспособен, поэтому всегда сложно, когда вот европейские сборные вместе. Итак, Черногорки атакует, Татьяна Бурнович в линии, 13-й номер Диана Мугошин на левом краю, 96-й Итана Грбич на левый полусредний, соответственно, номер 4 Иван Карадичевич на правом краю, 10-й в розыгрыше Матая Плетикосич и, соответственно, первый мяч Плетикосич. Открывает счет гонболистки сборной Черногории, довольна Буэна Попович, успела, похоже, да, выбежать Николина Вукчевич на оборону, 97-й номер, и тут же славянки своим голом отвечают, отличный момент, и отличается Майя Светик, номер 28-й. Ну, сейчас мы войдем в игру, так сказать, всех увидим и уже будем ориентироваться там по матчу, соответственно, кто, как, что, что здесь происходит. Давайте посмотрим, в воротах у славянок играет Амра Панджич, кстати, вот, видите, были вопросы по ее готовности, но, тем не менее, видим, что она в воротах играет, так что все нормально с Панджич, и это не может не радовать, естественно. На позиции, соответственно, правый полусредний, 96-й номер, Итана Грбич, вот сейчас смотрю, да, у Черногора, блестящий Панджич отбивает этот мяч, но давайте посмотрим сейчас, как славянки будут позиционно атаковать, я думаю, что позиционно атака у них будет, и к ним присмотримся. Шестой, правый полусредний, Анна Гросс, в линии 17-й номер, соответственно, Наташа Льепоя, нам еще раз показывают сейв, голкипер сборной Словении, Амрек Панджич, после броска Итана Грбич. Соответственно, далее в розыгрыше 18-й номер, Нина Зулич, левый край видели, 28-й, Майя Светик, доводка до правого края, ну и набросок, да, 33-й воротка Черногора, Анастасия Бабович, и 2-1 сновенки привели после вот этого точного броска своего правого крайнего игрока. Шестьдесят шестой у Черногорых на позиции правого полусредней, Эмма Рамусович играет. Итак, 2-1, 6-0 оборона Словенок, тут ничего нет такого удивительного, но сейчас там сложно было выходить на завершающий бросок крайнего игрока команды Черногории, успела Словенка переместиться и перекрыть возможности броска. Седьмой, Елизабет Амориге, также видим на площадке в обороне, то есть все нормально с этим игроком, проблемы с коленями были, об этом Маджич говорил, и у нее, и у голкипера, ну и здесь 7 метров дают судьи. Очевидно, 7-метровый, на паркете оказывается Эмма Рамусович и нарушает правила Нина Забьек, Нина Забьек, правильно так мамилия произносится. Смотрим, еще раз, но держала, конечно, правую полусреднюю Словенской команды. Итак, Иванка Радичевич на исполнении 7-метрового, уверенно, исполняет этот 7-метровый, еще становится дворным. На предыдущий, соответственно, Словенский мяч оформила Коммерал Зекеро. Атака команды Словении. Пока здесь, да, 66-й номер Словенской сборной, в предыдущий раз отметилась. Кстати, вот ее изначально нет в составе команды на игру, вот поэтому я немножко паузу выдержал, да, вот состав, который появляется где-то за час-полтора до игры, здесь вот в протоколе этот матч ее нет. Ну, наверное, были вопросы по кому-то из игроков, поэтому в последний момент внесли в Коммерал Зекеро заявку на эту игру, она представляет клуб Крим. 3-2. Гросс. Первый гол лидера сборной команды Словении. Пока Словенки очень уверенно смотрятся на фоне фаворит этой пары Черногор. Ну, я думаю, что, в принципе, да, Аджидис имеет перед Боян и Попович, мне кажется, преимущество. Хорошо зная, многие гонболисты и в сборной играли, и в будущности еще один 7-метровый. Оборот, очень зеворот, показывают испанские судьи. Здесь Амориги и Зекеро нарушили правила, и еще один 7-метровый исполнит Иван Карадичевич. Горбич классно все сделала, довела мяч в линию на Татьяну Бурнович, ну и 7 метров. Семена галкипера, видим, произошла. А, нет, нет, не сумела справиться Майя Воинович с броском Радичевич. Два из двух, реализация 7-метровых, оп, и держит. И сейчас становится 3-3. Зулич, Гросс, что пошла на бросок. Нет, переиграть Бабович не сумела в этой ситуации. Станко. Ну вот, задняя линия, Зулич, Гросс, Станко. Еще один мяч, но это раз в воротах уже Пандич, которая вернулась ворот своей команды. И сейчас становится 4-3. Блестящий вот в ситуации опорный бросок совершает Итана Горбич. 4-3 Черногорки. Вот такой обмен уколами. Итак, на краях у Словенок мы увидели Светик и Зикеру. Ну и, соответственно, в линии играет 17-й номер Льепоя. Наташа Льепоя из клуба Крим. Многие игроки выступают, кстати, также в одной команде в Криме. Ну, на базе, естественно, Крима сборная команда Словении построена. Что касается Черногорок, ну, хотелось бы сказать будущность, но, в самом-то деле, многие гонболисты добились успеха, да, со сборной Черногории. Многие уехали в крутые клубы. Будущность тоже крутой клуб, но в последнее время испытывают проблемы определенные. Так что не все здесь гонболисты представляют будущность. Есть нет костика такого Черногорок от команды, представляющей свою страну. Неудачная атака Словенок. Быстро пришли в наступление подопечные Буэн и Попович. Но не торопятся с атакой. Решили мяч разыграть. Плетикосич, Рамусович и Грбич задней линии Черногорок. В линии Брнович. Ну и, на краях, я уже сказал, на правом Радичевич. Нальем, соответственно, Мугош. Вот Радичевич заходит на бросок. Штанга с игры не получается. Семьметровый два из двух. А вот с игры первый неудачный заход на бросок у Радичевич. Но не скажу, что был у Стругл, но вот попала в штангу. Здесь плохой пас. Но, тем не менее, это семь метров и две минуты. Это две минуты и семь метров, безусловно. Казалось, плохая передача. Зикера здесь ничего не сможет сделать. Она уже, спасибо, что поймала этот мяч в руки, да, Таня, Таня Гомелар-Зикер. Но, тем не менее, вот как она здорово сыграла. И Букчевич не только семь метров приводит в свои ворота, он еще и на две минуты удаляется. Меняется галки. Первого команды в Черногории появляется в воротах Олюбеца-Ненезич. И исполняет семиметровый Анагрос. Забрасывает Анагрос. 4-4. Ну, я не знаю, мне кажется, что вот похожий матч будет, да, по результату. Я не уверен, что минимально кто-то выиграет. Может быть, там отрыв будет, но небольшой, мне кажется. То есть тут, ну, равные соперники. Тем более, первая игра. И тем более, напомню, что по регламенту три лучшие команды проходят дальше. И образуют шестерку команд с тремя лучшими командами параллельной группы. Ну, АСБ, соответственно, да, в Б группе Россия, Сербия, Камерун, Польша. И все очки, набранные в матчах между этими тремя командами, идут за счет уже на второй этап. Там не играют между собой эти соперники. Поэтому, если ты хочешь пройти как можно дальше, то нужно обязательно обыгрывать конкуренты. Но учитывая, что чемпион Африки, олимпийский чемпион Франции здесь, то, естественно, что каждые очки на без золота, на игрока фиксируют судьи. Две неудачные атаки у тех и у тех. Еще минуту Славянки будут играть в большинстве. Ну, а здесь Мугош хорошо сыграл в обороне. Подловили гроз в этой ситуации Мугош. Помогал ей вот Стец Рамусович. Но в итоге, видим, что на игрока суди фиксируют. Не спешат черногорки. И что? Играют. Ну, играют, видимо, да, с голкипером. То есть не меняют вратаря. Вот так Буэлла Попович не рискует. Самый эпичный, конечно, момент этой недели – это гол Ивана Мацкевича в ворота Эльверума. Когда заменили гонболиста Эльверума вратаря, чтобы забросить победный мяч, в итоге Мацкевич отбил и попал. Через площадку буквально за секунду до конца меня залетел в ворота. Итак, Коммер Зикеру и второй мяч в этом матче. Так что не все, не все рискуют даже при такой тактике менять голкипера на лишнего игрока полевого. Потому что можно серьезно пострадать от этого момента. Ну и вот видим, да, черногорки не меняли голкипера в предыдущей атаке. Сейчас тем более. Ну, сейчас вышла шестая полевая, потому что все, стекло время штрафа. Вукчевич и голкипер вернулся в ворот. 27-й номер, видимо, да, Санья Прэмович на позиции правого полусредней. Появляется вместо Рамусовича. Вот она с мячом и заходит на бросок, сбрасывает на грбич. Ну, раскатили оборону просто сумасшедшим образом, но блестяще играет. Амра Панжич. Вот важность этого голкипера Амра Панжич для команды Словении. Тут же быстрый ответ. Зикеру заходит на бросок и мимо бросает. Не довернуло такое ощущение, да? Амра Панжич на 89-й году рождение, 32 года, и за Байомара Румынский выступает. Этот фратарь. Ну и понятно, что это основной голкипер сборной команды Словении. Десятый минут первой половины. Плюс один у Словеники. Атака Черногор. Естественно, пошла уже и ротация. Видимо, в обороне и Аньо Бегановичу Словенок под 41-м номером. Ну и 5-1 оборону Словенок. Высоко располагается Нина Забьек. И снова Ненезич великолеп на воротах. Сумасшедший процент показывает, мне кажется, голкипер, который сейф уже видим от этой девушки. Еще раз смотрим. Ну, не даром Словенской сборной лидеры Анна Гросс, Тайса Станко, Элизабет Амориги. Она в обороне очень важна. Ну и, безусловно, как раз-таки вот голкипер Панжич. И снова здесь великолепно. Мугоша не забрасывает. Бегут Словенки вперед. Но тут главное не потерять мяч. Гросс идет на бросок, отдает на левый край. Бросать неудобно. Активно пытаются Амориги. Ну, здесь Амориги останавливает соперница. Пойдет она меняться, скорее всего. Хотя вот остается играть в атаке. В линии у Словенок остается Беганович. Доводка до левого края неудобно бросает. Там снова Саня Прэмович переместилась под соперницу. И, кстати, черногорки тоже, видимо, в данный момент 5-1 стоят. Вукчевич вышла чуть выше против разыгрывающей соперницы. От Элизабет Амориги. Вот она пытается обходом совершить эту обводку. Не получается. Ну и застопарилась атака. Поднятые испанские несудьями руки уже. В линии передачи 2 минуты, может быть. Это 2 минуты. Там едва майку не содрала соперница Радичевич. 7 метров точно дают. Дают ли 2? Дают. 2 минуты, да. Показывает Радичевич, что локти меня толкали. Но в самом-то деле она не права. Мы видели, что так хватало за майку. И все было хорошо видно и судим. Ну вот, смотрите, ну какие вопросы. Гросс держит соперницу за майку. А вот же здесь, потом, когда Элизабет мяч перекладывала, чтобы бросить, да, может быть, локтем зацепило лицо Радичевич. Итак, пока у Гросс первый бросок точен 7 метров. Второй также точен, переигрывает. Она уверенно переигрывает Анастасию Бабович. Третий гол Гросс. Три у нее, два у Зикеро, один мяч у Свети. То есть Гросс три мяча и две крайние гонболистки забросили у команды Словении. У Черногорых два мяча с 7 метров у Радичевич. По разу отличились Плитикосич и Грбич. Ну и вот на этот раз Бояна Попович использует шестого полевого, меняет галкипера при этом удалении. Соответственно, появляется на правом краю, видимо... Ну хотя, да нет, вы знаете, она уже выходила. Это Прямович, да? Нет, не Прямович, прошу прощения. Пустые ворота, да, показывают броса. И это мяч, да, это мяч не спевает. Ворота вернутся, галкипер. Ну и мяч в исполнении Али Бигановича. Это уже плюс три у команды Словении. Вот она смотрела, смотрела, крикнули, бросай, она и бросит. Да, такие вот дела. Плюс три у Словенок, серьезно. Ну и давайте скажем честно, что дата-аут нужен, что все во многом благодаря блестящей игроворотах Амры Панжич. Али Пимати, будите мирни, моли вас, и останусь в себе до возника. Бае Широ, али Пимати! Али Пимати, моли вас, у напад мирнее, спустимо, опустено. Поехали, что это представитель Митрии. Но, тем не менее, привести к каким-то достижениям. Итак, минус 3 на 13-й минуте первого тайма. И Черногорки в атаке с пустыми воротами. У них удаление, напомню. Гоняет мяч по задней линии. Плетикосич на грбич. Плетикосич. Опытка зайти на бросок у Прэмович. Там просто великолепно Забьек обороняется. Плетикосич. Но тяжело. Черногоркам грбич бросает и 7 метров зарабатывает. Посмотрел судья. Залетит, не залетит. Залетел бы, не было бы 7 метров, был бы гол. Но атак показывает, что толкала соперница в этой ситуации грбич. Это 7 метров. Смотрим еще раз, как здорово здесь Итана сыграла. Итана грбич, которая представляет турецкую команду. Кинези Абдапспорт. Но что-то великолепное выполняет Менеджич. И заступ, заступ. Фиксирует судья. Да, Мугоша не забрасывает 7 метров. Или это и Мугоша? Нет, это не Мугоша была. Это была... Это была Плетикосич. Браво, говорим, в исполнении Панджича. Едной сейв. Да, Плетикосич не забросила. У меня это не заброшенный мяч есть, но... Это трассы. Ну, вот этот отрезок, отрезок, конечно, Панджич. Сумасшедшая игра в исполнении этого голкипера. Ну, давайте скажем, что... Последний мяч она пропустила, знаете, когда? Чтобы вот не соврать. Специально смотрю. Ну, вот, атакующий на горке пока есть на это время. Честно говоря, даже вот... Снова не заходит мяч в ворота. На шестой минуте Горбич забросила тогда. На шестой минуте, а уже видим пятнадцатый. То есть девять минут. И... Вот, пожалуйста. И после этого сборная команды Словении. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре раза отличались. То есть был счет 4-3 против Черногории. Вот процент реализации бросков. Да. Стал 4-7. То есть 4-0 отрезок команды Словении выигрывают. Но, еще повторюсь. Не только, конечно, Панджич хороша. Но и полевые помогают. Но, все-таки, давайте выделим Панджич отдельно. Ее игру в ворот. Атакует Словенки. Очень здорово здесь Аморигия. Травоем накрывает соперницы. Показывает испанский судеб, что, дескать, отсюда нужно разыграть. Аморигия. Но пока вот надежностью фронтари сборной Черногории не отличаются. Бамович пропускает. Там уже и любится Ненович выходил на 7-метровую. Но пока минус 4 у команды Черногории. Это серьезно. И затык практически уже в 10 минут. Не могут забросить. А смотрите, в линию идет играть Рамус. И лично интересный момент тоже, да? 66-й номер, так понимаю, там. Да. Ну что, придумает Плетикосич. На Рамусович. Что она делает в воротах? Ну вот какие... Ну где партнерши, вот как я сказал. Да, помогают полевые. Но в этой ситуации не помогли-то они. И великолепно снова Амра Панджич. Что она делает в воротах? По-прежнему непробиваемо этот вратарь. Непробиваемо Панджич. И вот теперь, знаете, вот прекрасно понимаешь. Я не буду загадывать, как игра закончится. Еще рано. Перекладина. Ну, сейв был перекладина после броска Гросс. Вот эти опасения Аджича перед матчем, когда он сказал, что Амриги и Панчи испытывают проблемы с коленями. Вот этот отрезок матча, 16 минут. Ты понимаешь, насколько важна Панджич в воротах, насколько важна Амриги в обороне. У нас сейчас атакует угловой, блокирует соперница бросок Амриги. Она, конечно, не так выделяется, как Панджич. Вот ее меняет сейчас Аджич. Пошла она отдыхать. Вот здесь надежно сыграла Арамусович при обороне. Разыграли мяч Славянки. Вышла на площадку у них под 18-м снова Зулич, который начинал игру. И это не точный бросок. С дальней дистанции не попадает в ворота. Это десятка Славянской сборной станков. Фремович не дают, не дают соперницам Славянки вот такие легкие броски делать. Но еще перехват, но бегать можно, да. Но там на видении боялась потерять мяч Зекера, поэтому решила сыграть пас. Но вернуться успели Черногорки в оборону. И будет позиционно от команды Славянки. Может быть, это и правильно. Спешить теперь не нужно. Но выходит Гросс, тем более на площадку Славянки. Вот она с мячом. В линию пас плохой был. Но вылавливает мяч. Тяжелейший мяч вылавливает Беганович. И ее второй мяч в этом матче. Это плюс 5 уже. Это уже плюс 5. Смотрите, двоих, троих оставляет позади. Вот этим своим рывком к этому мячу Беганович и забрасывает. Плюс 5. Очень много. На самом деле, очень много. Кстати, полуфинал Евро 2014 года был последним финишем сборной Черногории в первой четверке. Потом было 11 место в Олимпиаде 2016 года. 13 на Евро 2016 года. Шестое, правда, на чемпионате мира было в 2017 году. Пятое место в Японии в 2019 году. Восьмое на Евро 2020. В общем-то, понятно, что Черногоркия больше мечтает после вот того победного Евро и Олимпиады, и второго места. Что делает Панджич? Какой у нее процент? А на 12 минут держит команду на показателе ноль пропущенных мячей. В 6-0 отрезок выигрывает Славянки сейчас за счет игры Панджич ворота. Сумасшедший в гамбол от голкипера. И снова позиционная атака команды Славинии. Ну, понятно, в такой ситуации, наверное, забросить Черногоркам просто необходимо. Вот какой-то психологический такой момент снять. Но никак не могут они этого сделать. Даже вот 7 метров бросали, но Плитикосич не забросил. А здесь все уверенно. А здесь все уверенно. И еще один лидер. Тайся Станко. Нет, это не Тайся Станко. Это показывает нам Зулич. Это не на Зулич. Да, ее первый мяч. Может быть, стоит, кстати, у второй ТМО бойный попович спалить. Но потому что потом можно не догнать соперниц. Уже 4-10. Зачем ТМО-то, если не идет ничего? Да. Интересная игра. Вообще параллельно проходит матч. Еще 14-8 Швеция обыгрывает Узбекистан. 10-7 Сербия Польша. И 15-6 уже норвежские обыграют Казахстан. Ну, ну. Мугоша нет возможности выйти на бросок. Подняться здесь в руки. Мугоша за ход. Мимо ворот бросает Мугоша. Вы даже знаете, интересно, когда же сборная Черногории забросит пятами. Что-то просто интересно. Был матч в первый игровой вечер, когда Аргентинцы с Испанией играли. Открывали чемпионат мира. Там очень достойная игра в первом тайме от Аргентины. Они уступили один мяч 10-11. На старте второго даже счет матча сравняли 11-11. А потом у них был затык в целых 20 минут. Они забросили лишь два мяча за вторую половину, уступив 2-15. Соперница. Такое тоже бывает. Это женский гамбол. Но это, в принципе, женский гамбол, когда изначально испанки были суперфаворитками. Ну, да, еще один лидер. Это Станко. Первый гол. Тайса Станко. Здесь же две европейские сборные. Вроде бы. Ну, и Черногорик фаворитками шли. Но, смотрите, 4-11. 8-0 отрезок выигрывает команда Словении. На пятой минуте последний мяч пропустила Панчич. Толки персбор на Словении. Появляется, видимо же, Ивона Равичевич у Черногорых. 91-й номер. Наконец-таки, да. Кстати, Ивона Равичевич этот снимает, да. Это проклятие Черногорых. Именно Ивона Равичевич забрасывает этот мяч. 91-й номер. За будущий, кстати, выступает Черногорскому. Одна из тех, кто за флагмана своего чемпионата играет. Первый мяч за 14-49. Ну, вот видите, я не обманывал, что с пятой минуты говорил, что команда Черногория забросить не может. Ну, вот забросили. 5-11. Как повлияет этот мяч заброшенный. Ну, сейчас психологически проще должно быть в команде Черногория. На оборотах, видимо, уже Любец Ненезич у Черногорых уже поменял. Но поменяла Буэна Попович Бабович в воротах своей команды. Он что-то нужно менять. Подняты судейские руки. Нужно готовить бросок Славянкам. Тяжелая атака. Но великолепно. Зекера. Третий мяч. Третий мяч. Комилор Зекера. Ее реализация 3,4-75%. Пока Аджич, конечно, в первом тайме просто, ну, не оставляет шансов в своей сборной, которую он ранее тренировал и приводил к вершинам. Европейского гамбола, давайте так говорить. В чемпионатах мира не все так получалось. А вот в чемпионатах Европы Черногорых он делал. Сейчас со сборной Славинии он просто наглядно показывает бой Непопович, кто круче. Еще один мяч Черногорых. Вот видите, барьер снят и Бурнович Татьяна открыла еще своим голом в этом матче. Снят барьер четырех мячей, где пятый, там и шестой, как говорится, и 80 большим минут до конца первой половины матча. И спешат Славянки. Гроз Станко. Зулич мяч так разыгрывает спокойно. И в дальний угол гоняет мяч Гроз. Великолепно. А, нагрелся и четвертый мяч. Она самая результативная в этом матче. Два сыгры, два семиметровых у нее. Три мяча у Зикеры, кстати. Ну и скорость полетого мяча тоже впечатляющая. Причем Бурсал так точно, что шансов в этом уголке перне было этот мяч отбить. Оборона 5-1 у Славянок. Отдыхать пошла. Присела на лавку Беганович, 41 номер. Ну, достаточно отдельный отрезок провела. Черногорки в атаке. Грбич. Плетикосич. Грбич. На край. Ох, тяжело там вылавливать этот мяч, кстати. Павичевич. Мугош поменял она. Ну и ближний угол закрывает. А Панджич. Прочитала замысел соперницы. А здесь пас не самый, я бы сказал, выдающийся, да. Вперед, это ошибка. Ну, рискованная передача была. Ну, главное, что вернулись в оборону. А вот это хороший бросок от Грбич. Итана Грбич. Второй гол, но видим, что не вынули на эту передачу Наташа Лепуя, 17 номер. Она вернуться в оборону успела, договоритная девушка, но здесь Грбич великолепно в дальний угол бросил. Словенки атакуют. Да, вот когда левый край не рискует идти на бросок левая крайная команда. А Светик там на левом крае играет. Ну, у Аджича тайм-аут еще имеется. Я думаю, возьмет он в первом тайме право на свою минуту. Вопрос, когда. Хороший задел Словенки сделали. Тут ничего, знаете, прогнозировать не хочется. И это гол от левой крайни. Еще один мяч от Майи Светик. Второй мяч. Она первый, кстати, мяч в матче забросила. И вот сейчас она делает счет. 6-7-14. Так вот, женский гамбол, он тяжело прогнозируется, поэтому забегать перед не будем. Черногорик, как отпустили соперниц на вот эти все мячи, может также и догнать их. Но, в общем-то, касаемо игры, если так вот немножко в долгу рассуждать, хороший отрыв они сделали. Появляется Дурдина Малович по 25-м номерам. Вот он и с мячом у Черногорик на площадке. Но все перемещения, все замены не всегда бывает, получается, отследить. Но, что видно, Радичев, кстати, вернулся на правый край. Недолго там играла... Где Нукич, которая подменяла? Пятикосич. Кому пас? Там закрыли Бурновичу две соперницы. Бегут вперед Словенки. Нужно попробовать, да, быстро завершить эту атаку. Но вроде бы не получается. Хотя, смотрите. Сейв! Ничего себе снова в аратах Бабович. Ну, там просто Бояна Попович одного голкипера второго туда-сюда пытается, чтобы хоть кто-то зацепился за мяч. Сейчас зацепилось. И Бабович Ли-Поя не забросила. Ну, там 9 метров, да, и 2 минуты, да. И первое удаление сновенок в этой игре. Первое удаление. Получает 2 минуты Забьек. Забьек получает первое удаление в этом матче. Ну, 2 удаления было у соперниц. Сейчас удаляется представитель Сокрима. Ну, вот шанс у Черногорых хоть как-то подсократить оставание в счете. 5 минут до перерыва. И видим Рамусович, Грбич, Плитикосич в задней линии. В линии, соответственно, Бурнович, на краях Радичевич и остается Повичевич. Радичикосич тяжелого в Черногоргом атака дается. Очень активно перемещаются соперницы. Хорошая доводка. Ну и что, Повичевич? Нет, ну там Панжич. Панжич вороток. Да, мяч останется вроде у Черногории, но великолепный Амбра Панжич, конечно. Что он вытворяет в первом тайме? Нам показали только что статистику Панжич. Феноменальная игра голкипера. Так вот, вроде бы противоход. Пытается ее заставить соперницу, но ногу она оставляет. Выбрасывает, отбивает этот мяч. Затяжная атака сборной Черногории. Тяжело дается эта атака. Команде Буэль и Попович здесь засчитывают сегодня мяч. Да, если бы не залетел, Плитикосич забрасывает второй мяч с игры. Если бы не залетел, было бы 7 метров. Ну, хоть залетает, соответственно, мяч защитом. Ну, вот здесь, да. Тут нарушало правила Светик по мнению судей. Но, коли залетел, то залетел. Или нет. Или на игрока зафиксировали. Похоже на игрока. Коль счет 7-14 остается. Ну, да. Так что, Плитикосич фалит на игрока. Так что, поторопился засчитать этот мяч за сборную команды Черногории. Ну, и видим, что, в принципе-то, да, пуские ворота пока подровнял аджи состава, удаление у Словенок. Пока это удаление никак в Черногорике не используют. А, пожалуйста, получите этот первый гол в этом матче от Лейпоя. Вылавливает мяч линейной сборной Словении. И, пожалуйста, и уже 7-15. Плюс 8 Словенок. Ну, и все, полный состав. То есть, за это удаление ничего они не сделали. Радичевич забрасывает. Первый гол с игры у Йованки. Третий в матче. Да, белорусская сборная Черногориком проиграла. Ну, вот, кстати, самый, по мне, впечатляющий матч у наших девушек в отборе был против Германии. Один из последних матчей на выезде. Ничья там у белорусских была. Отлично сыграли. Если бы так против Черногориком получилось, возможно, и наша команда здесь бы играла. Ну, а Словенки, кстати, выбили сборную команды Исландии. На втором этапе. Продолжается так Словенская сборная, да. Нужно не расслабляться. Кстати, первый турнир, где вот серьезный турнир, где Арджич работает в роли Словенской сборной, именно чемпионат мира. Ну, и вот как раз-таки тренер Словенской команды берет тайм-ау. Давайте помолчу, послушаем, что он будет говорить за 2.04 до концерта. Словенская сборная. Эмоциональное напутствие тех и тех. 8-15 Черногорки уступают. Три мяча Радичевич, два Грбича, это пять. По разу отличились Плетикосич, Бурнович и Павичевич, это восемь, да. 15 мячей сборной Словени, это четыре Гросс, три Зикеру, это семь, два Светик, девять, два Беганович, одиннадцать. Зулич, Лейпоя и Станко, а также Амориге по одному, вот это 15 мячей команды Словени. Ну и, конечно, вклад Амры Панджич, не будем забывать. Потрясающий игра воротов у этой девушки. Гросс вяжет соперницей. Ну, Гросс выступает за московский ЦСКА, кстати. Станко за Крим. Ну, вот в этой ситуации Чурногорки отбились. Отлично провели оборону полторами до конца первого тайма. Постарают Чурногорку, конечно, забросить. Но они начинали, кстати, в атаке первую половину, так что Словенки будут вторую начинать. Быстро, да, вернулись в оборону Словенки. Видим, что встали 6-0 уверенно. И Грбич теперь не спеша проводит позиционную атаку. Рамусович. Летикосич. Дадут это. Привести дело до броска. Летикосич, Грбич. Вот уже и по 7 минуты пошла первого тайма. И нет. Ну, для Панжича это не бросок, конечно. Ну, и сейчас вот, я думаю, Словенки не будут спешить. Они спокойно, уверенно проведут эту атаку. Не торопясь, насколько позволят судьи. Да, 11 сейвов, 17 бросков соперниц. Сумасшедший показатель у Панжича. Так вот, не будут спешить. Постараются максимально затянуть атаку и забросить. И уйти на перерыв, имея двухзначный перевес над соперницами в счете. Ну, я так думаю, потому что не хотелось бы, наверное, Словенкам давать шанс соперницам еще на одну атаку. О, хороша штанга. Ну, вот можно сейчас спокойно. А нет, спокойно не получишь 7 метров. 7 метров за 18 секунд зарабатывает ворот соперниц Светик. Ну, там, кстати, первый бросок-то неплохой оба, когда вот штанга зазвенела. Ну, и шанс есть у Анны Гросс еще один семетровый реализовать. Еще и две минуты, похоже, нет? На мраморусу еще показались. Так, Анна Гросс против Анастасии Бабовича. Время на атаку еще будет у команды Черногорья. Как мы видим, 15 секунд оставится. Так, Гросс. Забрасывает. 8-16. Гросс 3 из 3. И пятый ее мяч в этом матче. Два сыгрыша. Итак, побежали Черногорки на свою последнюю атаку. Плохой пас. Все. 8-16. Черногорья уступает Словении первую половину. Ну, очень интересно, как команда Попович будет менять игру в том тайме. Дождемся. Совсем скоро вернемся. Пока пауза. Вдохновляет своих партнеров по команде. Но больше так Итана Грбич, видимо, общалась со своими партнершами. Ну что, Словенки начинают в атаке тот тайм. Давайте смотреть. Команда, ну, должна, наверное, вот по идее Аджича перевес сохранить. Но как она будет, посмотрим. Крайние игроки. Ну, вот левый крайне не меняется игрок. Остается здесь играть Светик. Линии, соответственно, Лиепоя. Десятый Станко. Шестой Гросс. Восемнадцатый Зулич. Ну, и на правом краю, похоже, да, без изменений там Зикера играет. Первый гол в этом тайме от Тайса Станко. Тайса Станко. Это, кстати, Черногорья Грбич. Радичевич Плетикосич. В линии Брнович. Также в задней линии Рамусович. Но она тут в линию вошла. Плетикосич. Рамусович. Кросс ее держит. Девять метров дает суде. На левом краю вижу Павичевич. Да, там все-таки у Мугоши игра не заладилась. И Буэна Попович ее не выставляет на вторую половину. Заходит мяч в ворот. Обидный гол. Забрасывает Грбич. Обидный для голкипера, конечно, мяч. 9-17. Хорош перевод на край. И в линию не проходит пас. Не проходит потерю команды Сновини. В воротах Черногорых видим Анастасия Бабович. Там начинает. Грбич. Хороший пас на право края на Радичевич. Заходить на бросок тяжело. Соперник перекрывает Плетикосич. Грбич. Очень подвижна эта девушка. Делает шестой номер. Итана Грбич. И опорный бросок великолепный. Четвертый мяч. Ну, хотелось бы сказать, наверное, Черногорки вернулись. Но рано, наверное, что-то говорить. 10-17. Грбич. Ее процент реализации. Четыре мяча у Итана Грбич. В начале этого тайма два мяча на право. Отворот в соперницу. Ну, и эмоциональная реакция черногорских девушек на скамейке. 4-1 обороняется, похоже. Видим, Вупчевич так выдвигается чуть выше немножко. Вот на этой девятиметровой линии располагается. Мешает сопернице младить игру. Хорош пас в линию. И завершается эта атака гола. Второй мяч в исполнении Наташи Липоя. Там, в отличие, конечно, передача в эту самую линию великолепную. Ну, и видите, на оборону выдвигает Нина Зябик играть. У черного славяны, как, впрочем, и Элизабет Амургея. Среди замены делает Аджич при переходных фазах. Рамусович выходит из линии Брнович. Летикосич, Горбич. Горбич великолепно. Семь метров заработала. Лежит под палкетом. Ну, лучший игрок пока вот этих стартовых трех минут второго тайма. Итана Горбич два мяча забросила. И вот здесь семь метров, да. Нарушает правила Зекера в этой ситуации. Радичевич пошла исполнять семиметровые. Великолепно бросает. Третий мяч с семи метров у Радичевич. Четыре из трех. Реализация. Летикосич не забросил, но у Черногорых. Зачем-то менял руку. Менял руку Бойна Попович в первом тайме. Я не знаю, что-то. Ну, Радичевич отдыхал тогда. Возможно, не стал подниматься скамейки. Но зря, наверное. Радичевич, получается, уверенно реализовывает семиметровые. Еще раз. Франция 32 от Сандола выиграла в этой группе. Именно эти две команды в соперницах у Славенок и Черногорых. Важнейшая игра. Ну, думаю, что... Хотя, знаете, загадывать сложно. Анголовки чемпионки Африки. Минус здесь с Францией. Это не так уж и плохо. Здесь пробежка, похоже, да. Пробежка, все равно судья. Я к тому говорю, что вот есть такая вероятность, что команда, которая проиграет в этом матче, может вообще не пройти у второй стадии. Есть такой вариант. Да, всю игру Черногорых в атаке идет Горбич. Идет Горбич. Она лезет и слева, и справа. Минус 7 пока. Пятая минута второго тайма. Витикосич, Горбич. Витикосич. Таким броском переиграть сложно в артерях. Что, 2 минуты судья дает, да? 2 минуты удаления. Гросс получает 2 минуты. Второе удаление у Славенок в этой игре. Чуть легче будет Черногорком в атаке. Это очевидно. Давайте смотреть. Но вот за эту обнимашку, да, Гросс заработал 2 минуты. Горбич. Аморигир жестко его встречает. И 2 по лицу не попало Сапель. 7 номер команды Славене. И Горбич. Ну и Асама. Почему Примович не бросала? Вопрос. Нет, ну здесь Панджич великолепно. Супер. Ну вот, я не знаю, но Примович побоялся, наверное, идти на бросок. 27 номер. Ну здесь понятно, что Павичевич Панджич переигрывает. Мне казалось, что Примович сама могла бросать. Она отдала на Горбич. Ну, вроде бы неплохо довела на левый край. В принципе, розыгрыш большинства хороший. Другого просто крайний игрок не забрасывает. Это проблема. Появляется в атаке шестым игроком вместо голкипера и, соответственно, вместо игроз 20 номер Славенской команды. Это Айя Варагич. Ну и смотрите, меньшинство. А Азулич забрасывает. Второй мяч. И на те же 8 мячей, которые были по итогу первой половины, команда устраивается. Залетает мяч в ворота. Горбич. Пятый гол Горбич. Если бы не она, что бы делали? 12-19. Пустые ворота Славенок. Ну истекает уже практически штраф от Гросс. Первый тайм выиграли Славенки 6-18-8. Сейчас вот 4-3 пока Чемногорки выиграют, но Славенок атак. Долгая атака, кстати. Ну и нужно бросать уже. Прилетает. Неприятно. Пауза небольшая возникает. 6 минут 36 секунд сыгранного во втором тайме. Ну и смотрим по второму моменту. Ну это 2 минуты 100% для Вукчевич. Это ее второе удаление. А то может быть и красная карточка. Нет, вторая. Двухминутка для нее. И будет меньшинство команды Чемногорки. Это очевидный был момент, когда попадает по лицу соперница. Пожелаем здоровья, конечно, Варагич. Только вышла и тут же получила по лицу. Думаю, будет все в порядке с Варагичем. Вот славянские болельщики в Гран-Ольерсе. Я думаю, довольны играть своей командой. Семечи ведут. Сейчас еще большинство получили. Но там здоровья, конечно, девушки. Варагич, имею в виду. Она выступает за Крим. Вот из Крима у них раз, два, три, четыре, пять. Пять игроков. Шесть. Шесть игроков из Крима. Базовая команда для сборной Слави, естественно. Не все на лидерских ролях в сборной, естественно, из Крима, но большинство из представителей это гол. Ну тут, конечно, сложно было сдержать Гросс. Это ее мяч. Шестой был Гросс в этом матче. 86% реализации. Пока, в общем-то, никак Черногорки за эти 7 минут к соперницам не приблизились. Пустые ворота у команды Бояна-Попович. Вратарь ушел. Шестой полевой вышел. Большинство из Славинии. Горбич лезет сама. Вот там очень жестко, кстати, с ней играет Забьек. Ну, Горбич представляет как раз-таки турецкую команду, об этом не говорю. Здесь еще одна ситуация с падением. Вложили Бурномич на покрытие. Горбич. Или кому дальше? Только она бросать должна. Радичевич, Горбич. Нужно уже бросок готовить. Нет броска у Черногора. Горбич. Летикосич. Горбич. Опорный попадает выше ворот. Ну, там здорово. Там Лигия вышла под Горбич. Ну, вот Горбич закрыли. Все. Ну, вот она в начале тайма, в общем-то, все забрасывала практически за Черногорию. Вот ее прикрыли плотненько соперницы. И больше бросков нет. Станко. Гросс. Зулич. Левый край. Есть мяч. Уже Светиненович. Я просто... Ну, забрасывает, понятное дело, Зикера. Четвертый гол ее. Я просто уже даже не смотрю, кто там в воротах. Потому что, наверное, в отличие Бабович, там меняются так часто. Калейдоскопическая замена голки. Перфу Бояна Попович не одна из девушек. За игру не зацепилась, в отличие от коллеги Амры Панжич в воротах славянской команды. Поэтому логично, что Бояна Попович там постоянно меняет вратарей. Появляется у Черногорых, видимо, и Прямович. В задней линии снова. Выше ворот бросает Грбич. Да, и вот уже у нее не летит. Туда, куда нужно, не летит. Подменяет ее в обороне Вукчевич. Но Грбич нужны силы, конечно. Поэтому все логично. А Словенки, Словенки уверенно контролируют игру. И сейчас никуда не торопится. Процент реализации бросков. 72% у Словенов. Уже, возможно, и больше. После гола Зулич. Третий мяч в матче. И Бояна Попович. Не сокращается вставание, а уже увеличилось до 10 мячей. Проваливает. Проваливает ученица своему учителю этот матч. Я не скажу, что Драган Аджич все знает о Черногорках. Поэтому выигрывает. Да нет. Не в этом вся проблема. Грбич. Пас не проходит. Ну, как прошел, но не готова была принимать эту передачу Рамусович. И Словенки ошибаются тоже. Тоже не безгрешно. Они вот второй пас такой длинный, он не находит. Только сборная Словене впереди. Так что, может быть, стоит попроще играть в команде Аджича. Не спешить. У них оппозиционные атаки проходят неплохо. Да, я думаю, что никто не ожидал, что вот такой счет будет. Грбич забрасывает свой шестой мяч. Ну, вот 13 у Черногорек. 6 из них у Грбич. 4 у Радичевич. 10 мячей из 13 на двоих. Ну, и по одному разу отличились Претикосич, Бурнович и Павичевич. Словенок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Донбалисток отличается. В линию Словенок Биганович. Вместо Липои. Ну, я думаю, что понятно, еще 20 минут играть чуть меньше, но очень сложно будет команде в Черногории вернуться. Догнать будет практически нереально соперница. Потому что, ну, пока мы не видим, чтобы Словенки проседали где-то. Гол от Биганович в третий матч. Очень спокойно, уверенно девочки Аджичи ведут игру. Очень спокойно, уверенно. Нет какого-то затыка определенного у Словенок. Вот с Горбич не могли справиться в обороне в начале тайма, но потом вроде бы так с большего все получаться начало. Плюс 10 снова. Плетикосич. Войдет сама и заработает 7 метров или 9. Ну, вроде бы никто там в площади ворот не находился, поэтому лишь 9 Плетикосич зарабатывает. Вот смотрим еще раз. Хорошее решение пойти на бросок. Да, Мерегия уворачивалась, но она не заступала, хочет, ворот. Или заступала. Не заступала, 9 метров. Это 2 минуты. Это 2 минуты. Ну, наверное, чуть показала. Второй удаление, кстати. Вот она и гроз. Второй удаление. Второй удаление в этом тайме. Ну, показала, возможно, в этой ситуации Горбич, да? Так за майку-то прихватил ее гроз. Может быть, там чуть и за шею. Попало такое ощущение, что в кадык соперница немножко гроз. Взамен-то, в общем-то, равноценных нет команды Черногории на эту позицию. И Плетикосич, и Горбич очень много играют, мы видим. Очень серьезно ударили вот эти травмы по силе команды Черногории. Ну, не за ровно, но многие специалисты отмечали, что вот такую фразу применяли к этой команде. Приобретение опыта. Потому что на многое эта команда здесь рассчитывать не будет, учитывая, какие потери произошли. Кто-то закончил карьеру в сборной, кто-то травмирован. Поэтому команда Бояна-Попович должна просто получать опыт. Ну что, продолжают. Черногорки в большинстве надо раз атаковать. Плетикосич, Горбич. Напремович. И это 7 метров. Площадь ворот обороны показывает судья. Радичевич будет исполнять 7 метров. Ну, тут большинство здорово заграли. Да, здесь Аморигия в площадь ворот оборонялась против Прямовича, очевидно. Так показалось, что будет на край делать пас туда. Светик дернулся, а Аморигия нет. Итак, Радичевич уверенно переигрывает. Войнович, который вышел на 7-метровой. 4 из 4 у Радичевича с пенальти гандебольного. Пять мячей суммарно. Ну вот, 12 минуты завершается второго тайма. А перемест на Словенок плюс один мяч. Ну вот, появляется на площадке, да, у Словенок Варагич, которую так серьезно приземлила соперница нормально, со здоровьем. Угроз нет, поэтому Варагич играет в задней линии. Угроз удалена. Станку на Варагич. И великолепное завершение. Шикарное завершение этого момента от Станку. Ее третий мяч, 14-24. Не успела подставиться Черногор. Так бы на игрока было, но не успела. Норвегия, 33-16 граммит Казахстан. Швеция, 31-14 граммит Узбекистан. Ну вот, самый плотный матч Сербии и Польши. Ну, в принципе, предполагалось, что вот эти две игры, Словения, Черногория и Сербия и Польша, будут самыми плотными по счету. Но сегодня тут немножко черногорки в этом даже не разочаровали. Наверное, может быть, славянки порадовали. Тут, наверное, и то, и то уместно. Ну что, 15 секунд на то, чтобы, так сказать, отстоять свое большинство. У Словенок они в атаке. Они еще и забрасывают рукой Зулич четвертый гол. Ну вот полный состав у Словенок. Удаление гроз закончилось. Плюс 11. У Зулич процент реализации 80, 4 с 5. И Таймау отберет Бояна-Попович. Таймау от Бояна-Попович. Гербич недовольный, да. Минус три мяча горит команда Черногории. В этом втором тайме было минус 8, стало минус 11. Ну что ж, по мне, в общем-то... Очень его потенцировал в Словении. Да, пока эта сборная не самая, так сказать, титулованная. Но я имею в виду то, что Аджи должен довести его до победы уверенно. Я думаю, что никто не сомневает, что имея плюс 11 к середине практически второго тайма, Словения никуда идти и плюс 11 не растеряет. Ну, может быть, немножко потает перевес, если в Черногорке сумеют включиться, да. Но пока перевес лишь растет. Минус 8 после первого тайма у Черногории уже минус 11, походу, второго. Летикосич, Гребич. Хороший, да, вот куда правый край. Радичевич забрасывает. Геванка Радичевич, ее шестой мяч. Два сыгры, 4,7 метрового. Прямо очень хороший пас. Да, Вала, ну... Ну, не такой уж идеальный, наверное, да, но хороший. То есть идеальным назвали бы, если бы прямо в руки. А так Радичевич пришлось делать шаг в сторону, чтобы мяч поймать. Ну, и видим, Гросс не возвращается пока на площадку. Остается играть у Словенок в атаке Варагич. Подбор за Словенку, это 7 метров. Это 2 минуты. 2 минуты для Прямович. Помешал обрасательную в этой ситуации Светик. И аплодисменты Драганаджичу. И 7 метров. Ну, вот Станку исполняет. Гросс на скамейке. Станку от штанги. Мяч пополам вгоняет ворота. Четвертый был Станку. Первый 7-метровый. Процент реализации 57. Ну, так бросилось, что и два штанга не сломали. Ну, ничего не смогла здесь Бабович сделать. То Бабович, то Ненадзич. Ворота команды Черногория. Но ни одна, ни другая зацепится мяч не может. И пустые ворота сейчас у команды Буэна и Попович. Снова минус один сгорит. Черногорская сборная. Появляется по 13-м Диана Мугоша снова на левом краю. Радичевич играет, кстати, на полусреднем, видим, да? Или нет? Похоже, да. Панджич играет так уверенно, так ровно весь матч, что, видите, процент ниже 50 даже не упал. Или 52 пока. Смахивает бросок Радичевич. Показалось, что нам не было пустых воротов еще на горе. Что в пятером атаковали. Хотя нам показывали, что было пустые ворота. Хорошая даводка Дарео-Край. И на этот раз уже Хороша Бабович в воротах. Своей командой смахивает она бросок Светик. Ну, хоть что-то отбивает далки перед Черногорской командой. Ну, видите, в пятером атакуют Черногорки. Нет там пустых ворот. И в прошлый раз так же атаковали. Поэтому Радичевич находилась тут на позиции Пузырей. Вот сейчас есть. Рамусыч появляется на площадке. Сейчас есть пустые ворота. Плитикосич, Горбич. На край. Мугоша! Нет. Панджич великолепный. Просто шикарно играет. У Мугоша сегодня не пошло. У Мугоша не пошло. Ноля. Заброшенных ключей Мугоша. Она начинала, потом ее заменила. Бой на попу. Сейчас снова она вышла. Снова проиграла доля Галки. Ну, и вот 43% реализации бросков у Черногорек. И 72% у Словенок. Процент, конечно, очень серьезно отличается. Поэтому и плюс 9... Плюс 11, вернее, Словенок на плюс 12 не заход делает. А вот такой пас. И нет. Еще один сейф от Бабович. На этот раз Бигана еще не переигрывает. Плитикосич, Горбич. И вернуться успели Словенки. У Моролыча здорово все сделали. Да, забросить не удалось. Но как же они быстро вернулись. И позицию свою заняла. Горбич. Биганович, Валич. Горбич. Здесь 2, да? Здесь 2 дают Биганович. Вот если я правильно считал, то по 8 штрафных минут у обеих команд сейчас набирается. По 4 удаления. Да, так оно и есть. Возвращается на площадку Прямович. Чемногор. Прямович, Плитикосич, Горбич. В линии Барнович. На краях Радичевича, Мугоша. Горбич. Вау. Это блок, похоже, был. Ну, никуда не спешит. Правильно все делал Зулич. Сказал, дескать, давайте спешить не будем. Много суетимся. Торопиться нам не надо. Верное решение. Логичное решение. Приходится возвращаться на площадку Липои. Так как удалена Бигановича и сменщится в линии. Зулич. Станко. Вставляет Варагич мяч. Зулич, Станко. Очень быстро перемещает мяч Славенко. Ну, подняты судейские руки уже. Судьи нужно атаковать. Уже готовы Альварес и Бустаманто забирать мяч у Славенок. Тут пока еще остается. Славенский сбор. Но там количество передач должно показать суде, сколько осталось у Славенок. Спасов. Уже бросает, наверное. Но уже передач нет. Варгич. Ну, еще была. Оборняется Боенко и Дюван Карадичевич. И вот сейчас бросает точно надо. Как же важен тот мяч для Черногория в случае, да? Отбивает. Бабович отбивает. Этот мяч смахивает его. Ну, понятно, что неудобная позиция была у Зулич. Это почти самое удобное, потому что нужно уже было бросать. Как ни крути, как мяч забрали с Иуди, но тем не менее. Бросок-то неплохим получился. Десять секунд до полного состава Славенской команды. Летикосич лезет на ворота. Олести залетел. Кстати, Бранко-Зец в воротах Славенской сборной. Третий голкипер появляется. Помним, что Панчич всю игру отыграл. Лапару раз Войнович на 7 метров подменял. А сейчас вот еще одна вратарь. Первый номер Бранко-Зец. Ей 35 лет. Самоопытный игрок в этой сборной. Играет в Айблингеле. Германии. Штанга выручает Славенок. Не забрасывает снова Чемногорки. Тут что-то очень долго уже держится. И в линию пас не проходит от Омарегиена. Что? Туда-сюда бегает Гербич. Летикосич. Мугоша в шеворот. Что с Мугошей сегодня происходит? Диана Мугоша просто сегодня какая-то катастрофа в ее игре. Ну и вот, видимо, уже сидит Амра Панжич на скамейке. Аплодирует своим партнершам. Плюс 11 за 10 минут до конца игры. Вот команда Славенок. Последний мяч в этом матче был заброшен, знаете, когда? На 45-м минуте. То есть, вот получается, 5 минут не те лица забросить не могут. Станку забросили последний мяч за Славенок. Станку перекладина. Подбор за Станку. Там уже и Бранко-Зет прибежала подбирать этот мяч Станку. Зулич. Варгич. Первый гол. Первый гол Айли Варгич. Тоже, наверное, бомбалистка. 30 лет нам показывает Айли Варгич. В Криме играет. Ну что, плюс 12 у Славении. Да, конечно, никто не ожидал, что вот так все будет ясно. Это матч еще к середине первого тайма много было уже ясно. Но, честно говоря, это удивительно, что вот именно так в Черногорке сегодня проигрывают. Минус 12 за 9 минут до конца матча. Минус 12. Это типа 8 еще, но это 2 минуты было. Очевидно, 2 минуты там просто едва не разорвали в этой ситуации Барнович, соперницы. Смотрим повтор. Ну, кстати, 17 номер, да, это Льепоя получает 2 минуты. Это она там держала всей души соперница. И первый удалили в матч. Ну и 9 метров сейчас попросили, да, протереть покрытие. Время остановлено, 51-1 сигнала в этом поединке. 15-27, что в остальных матчах? Норвегия, Казахстан. 42-18. Швеция, Узбекистан. 39-15. Сербия, Польша там 22-20. Пользуя сербов, но там очень интересная игра. 22-21. Там, конечно, намного круче игра, нежели у нас. У нас интриги давних уже нет. Литикосич. Хороший доводок на право края. Родичич не поймал этот мяч. Тут же оказался в объятии по сопернице. Так нежно ее Зуличи приобняло. У Гоша. Ну, хоть один мяч-то она забросит, забрасывает. У Гоша свой первый мяч в этом матче. Да, реализация. Нехудыш, что у Му Гоши, но все-таки сумела в данном случае она переиграть. Голкипер соперниц. Бран Кузец. Ну, а знаете, Аджич, возможно, да, вот, после 7 минут 55 секунд могли Чунакворки забросить. Аджич там менял, мне кажется, Панджич с той целью, чтобы еще и хороший процент оставить. Понял, что в меньшей степени тренер думает на статистике вратаря, но, тем не менее, но пока тут все ясно, плюс 11-12 мячей перевес. Ну, что там эту Панджич бедную, тем более есть проблема с коленями, о чем сказал Аджич держать ворот. Помогла, как могла команде. Очень здорово помогла. Светик. Длинная атака Славянка сейчас снова, судя по-другому, поднимает руки, я так понимаю. Нужно готовить бросок. Чунакворки добавили в обороне. Бросает. Поворотом Славянская сборка. Ну, в меньшинстве, правда, играли, но тоже нужно скидку делать. Вот, тем не менее, голкипера. Сейчас там полевым, тем не менее. Грбич. Ну, что, на минус 10 все строится сейчас Чунакворки? Да, устраивается после гола Прямович. Первый гол Санни Прямович. Уступает место голкипер Варгич. Снова пустой Варгич. Сейчас вернется верталь Варгич. Славянская команда. Плюс 10 в остановении. Пока плюс 2 в этом тайме ведет команда Аджича. Потеря. Потеря. Радичи чуть-чуть подбирают. Ну, в чем на город, может быть, макарная задача сейчас не проиграть. Ставим просто. Когда нужно еще на 2 мяча сопрощаться вставали. В таком случае Грбич. Прямович Грбич. Опорный. Берет этот бросок. Бранкозец. Берет. Ну, Грбич так наигрался уже. Мне кажется, там сил уже нету. Итана Грбич. Ну, она меняется, когда команда обороняется. Естественно, что Попович дает ее передышку определенную. Но, конечно, много она играет. Поэтому, что уже Гросс не появится у команды Славяния. На концовку уже хорошо сыграет. И Варгиевич, тема отбирает. Драга Мяжич. Драга Мяжич. Драга Мяжич. Ну, такой темат от Таджича. Но я думаю, что ставянки хотят, конечно, все-таки на 10 мячей, как минимум, устроиться. То есть не растерять свой перевес, который сейчас пока 10 мячей составляет. Но сегодня, конечно, чемпионки мира действующие нидерландки просто в чистую переговоры портуриканок. Плюс 40, 55-15. Сумасшедший, конечно, матч был. 23-6, 32-9 с отношениями заброшенных по таймам. Румыния 39-11 у Ирана выиграла. Россия 40-18 у Камерона. Франция 30-20 у Анголы. Завершается игра Норвегии и Казахстан. Там тоже крупный счет. Закончите, скажу, окончательные цифры. Пока же забрасывает свой мяч Варгич. Второй гол Варгич. Очень легко барон. Здесь соперник разобрали. Словенки. Литикосич. Ну все же, вроде бы Грррбич... Немножко левее пристроилась. Да, сейчас она получила мяч. Гррбич. Перунович. Гррбич. 9 метров дают судьи. Всего лишь 9 метров. Вот отсюда показывают. Испанский судьи должен разыграть. Делает это Рамусович. Брасывает назад. И сейв от Zets Вы знаете, Бранка тоже вышла в игру неплохо Да, Мугоша, но там Мугоша Там просто Мугоша, да, 2,4 отбила Вот 50% сейвов у Бранки Zets У Мугоша сегодня просто не летит Катастрофически, это Плитикосич, кстати, была Так что я извиняюсь перед Мугошей, здесь Плитикосич не забросил Да, 48% у вратарей сборной Команда Словени, сумасшедший показатель Но за счет этого, конечно, она Эта команда матча выиграет уверенную соперницу Пока плюс 11, а плюс 12 заходит Команда Аджича Поднимают испанские реферы Лук уже Добрасо готовит в линию пас Там толкает соперницу Просто откровенно Биганович Это на игрока Все, прибежать-то прибежали Чемногорки, но там уже сновенки все Целили место для обороны, своей позиции Плитикосич, Горбич Не, ну даже Рамусыч откуда не забросит Ну конечно, куда ж Там Бранка Zets Набивая статистику галкипера Соперность уже вот 3,6 у нее Бросков, 3,5 вернее Отраженных бросков Статистики есть Мугоша, видите, от греха подальше уже Бойна по ключу посадила на лавку С такой-то реализацией Видим процент эффективности бросков 40 на 67 Станко Варгич Да, здесь не игрока Афиксирует суди Контратак команда Черногория Радичевич Там очень грамотно Очень грамотно сейчас работала Зекера, конечно Это фол, но это не две минуты Она очень опасно так соперниц прервала Очень аккуратно, имею ввиду, сыграла против соперницы Так культурно, я бы сказал Приобняла и все Там, кстати, у Черногорак Николина Вукчевич на левую полусреднее место Мугоша сейчас играет Бросок Примович на месте Снова Бронка Зет Ну как она ваша в игру, а? 4-6 отбила уже Топ-уровень То есть это говорит о том, что Есть кому-то подстраховать Амру Панчу Если не пойдет, то не игра, да? Наверное, да Плюс 11 в Словении Две минуты до конца игры Пробежка Правильно, пробежка Зулич перемудрила Поскольку ситуация Гребич, Плитекосич, Гребич Ну сейчас Плитекосич получает отдых Отдыхает разыгрывающий Гребич и Плитекосич в этой позиции могут играть Вот какое-то время Гребич играл Но ближе к лавке-то бег изменяться, естественно Сейчас Плитекосич Ну что, Радичевич еще раз 7 метров пойдет исполнять Ну что, там в остальных матчах Норвегия со счетом 46-18 обыграла Казахстан Швеция 46-15 обыграла Узбекистан Ну и Сербия, похоже, выиграет у Польши Потому что концовка за сербками Там счет 24-21 Матч тут позже нашего закончится У нас плюс 10 у сборной Словении И атакуют Словенки И 9 метров в суде дают Держат соперницы в ситуации Забьек И тайм-аут от Аджича Ну что, по мячам У сборной Черногории По Канда на момент 7 мячей у Радичевич 5 из них 7 метров 6 мячей у Гребич Это 13 Еще 5 мячей на счету Паразов Течились Плетикосич Мугоша Прямович Барнович И Павичич У Бады Словении 6 мячей на счету Гроз Из них 3 7 метровые отметки По 4 раза отличились Станко Один из них в пенальте Зулич И Зикер Это 18 Три мячей у Биганович 21 гол Два у Светик 23 Два у Липоя 25 Два у Варагич 27 И Соответственно Мяч у Амрегия 28 Все верно Ну и Потрясающая игра Вратарей сборной Словении В первую очередь Конечно Амрепанжич Также здорово Вошла бранка Зец В игру Ну вот Панжи что-то делал Да Особенно вот тот Отрезок в первом тайме Когда на 15 минут Пашти она закрыла свой ворот И вот в тот момент Словенки вот этот отрыв Организовали Ну кстати Во втором тайме Пока плюс 2 у них перевес То есть здесь тоже момент такой Не все так плохо Как говорится Да Плюс 2 они выигрывают Этот тайм Могут и плюс 3 выиграть И забросить сейчас И не пропустят потом То есть они уверенно Контролируют ситуацию Забросить не получилось Контрактюченогорской сборной В общем Да Переиграл Сегодня Учитель-ученицу Я имею в виду Аржич Переиграл бы Но Попович Надеемся Чемногория Все-таки что-то покажет Франция и Ангола 30-20 Таким счетом Французские и Анголы Обыграли Так что в этой группе Два лидера После первого-другого дня Бросает Не точно Апринович Два лидера Сборная Франции Команда Словении Причем Обе команды Забросили Ну 30 у францужных 28 у славенок По плюс 10 Они не имеют Не имеют в активе Своем Итак Франция Два очка Словения два очка Чемногория Ангола по нуля В этой группе Эй Ну и что нас ждет Субботу Субботу Австрия Аргентина Парагвай Хорватия Словакия Германия Южная Корея Тунис Венгрия Чехия Китай Испания Конго Дания Япония Бразилия Ну и насколько Помню В нашем эфире Прямая трансляция В 22-30 Матча Венгрия Чехия Ну а сегодня Словенки были лучше Они молодцы Поздравляю Колодар Еще с победой Я предполагал Что возможно Будет плотная игра По счету Но видеть ошибся Очень уверенная Победа команды Словенки